Доброго вам воскресного дня, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами поговорим о некоторых добродетелях и как они связаны между собой. Вообще во множестве добродетелей имеется внутренняя связь и цельность. Святой Симеон Новый Богослов говорит, все добродетели хороши, но надо, чтобы они имели и голову, и ноги, подобно телу. И как телу нельзя быть без головы и ног, так и им, ноги, добродетели, смиренно мудрее, а голова, любовь. И мы сегодня кратко скажем о важнейших добродетелях, без которых нам тяжело вести духовную жизнь и спастись. Ну, во-первых, это вера. Апостол Петр говорит, что вера – источник добродетелей. Она позволяет вступить человеку в диалог с Богом. Главное, чтобы наша вера была действенной. Вот есть замечательное выражение святого апостола Иакова, что и бесы веруют и трепещут. Вера – это не просто признание существования Бога. Вера – это выражение этого признания, знания о Боге в нашей жизни. Не раз мы говорили о том, что когда люди замечают, что у меня Бог в душе, то сразу надо где-то словить человека за этой мыслью, что как ваша вера, извините, проявляется. Мало того, сказать, что да, Бог есть и каким я был, таким остался. Важно посмотреть, как человек реагирует на эту веру. Живет ли он в единении с церковью, молится ли он в храме, участвует ли в церковной жизни, как он себя ведет. И вот тогда уже можно сказать, что да, человек верующий. Следующий немаловажный аспект – это покаяние. Это покаяние, это добродетели, делая человека способным к духовному преображению. Без покаяния невозможно спасение. Здесь обратим наше внимание на то, что покаяние теснейшим образом связано с верой. И вместе с тем, что такое покаяние? Это не просто перечисление своих грехов. Покаяние – это метаноя изменений. То есть человек старается, пытается меняться, меняется в лучшую сторону. Старается жить, понимая свою греховность, осознавая свою греховность, менять свое мировоззрение в духовном плане. То есть это не просто вот исповедь в церкви, да, это еще не все покаяние. Когда человек прошел в храм и перешли священнику свои грехи, священник прочитал разрешительную молитву, да, и человек ушел, якобы ему грехи просились, это, конечно, примитивный взгляд. То есть, да, человеку Господь прощает грехи в каком случае? Когда человек сокрушается, когда у него есть стремление стать лучше, да, искоренить, ну или хотя бы уменьшить эти свои греховные посылы, позы. Поэтому покаяние, конечно, очень важный момент в нашей жизни. Более того, покаяние совершается не только перед аналоем священника, да, а человек должен каяться ежедневно. Когда он почувствует, что он что-то сделал не то, богопротивное, важно покаяться, покрасить Господа Бога прощение. Потому что Бог просил его грехи, просил его прегрешения. Великой добродетелью, конечно, является послушание. Вот через нее человек учится жить не по своей воле, а по воле Божьей. Вот нарушение послушания, к сожалению, это и привело к грехопадению всего человечества. Вот пример послушания для нас какой? Самый явкий. Это Господь Иисус Христос, да, который был послушен воле Отца до смерти, смерти же крестной. Вот с этой добродетели начинается духовный путь человека. Бог абсолютное благо, поэтому его воля, это есть благо для всех людей. И здесь возникает два вопроса, какова воля Божия, да, и как ее осуществить. Вот мы, в отличие от Адама и Евы, не можем знать волю Божию непосредственно. Мы, к сожалению, повреждены грехом. Это про Адама сказано, да, что Бог там ходил в раю и беседовал с Адамом. Мы, к сожалению, часто наше греховное сердце мешает нам, богообщению. Но нам даны средства для познания воли Божией. Это священное писание, это священное предание, жизнь в церкви, под руководством духовных пастырей и совесть человека. Вот какова роль священника? Одной из обязанностей священнослужителя, вот что должен делать священник? Это, во-первых, конечно, совершение богослужений, да, это проповедь. И еще есть важный аспект деятельности священника, как души попечения. Как священнослужитель, да, он научает людей, как правильно жить по заповедям Божьим. Почему очень полезно, да? Ну, чаще всего, конечно, это происходит или на исповеди, или просто в отдельной беседе человеку со священником. Когда у нас какие-то сомнения в духовной жизни, как поступить, посоветоваться со священником, получить его рекомендации. Здесь я хочу обратить внимание на то, что, во-первых, далеко не все священники обладают даром прозорливости и являются старцами. Во-вторых, у нас, у людей часто непонятное такое отношение к священнослужителям, да, вот ищут каких-то, знаете, чудес, прозорливости, да. Вот мы поедем в какой-то монастырь, поговорим там с каким-то старцем. И человек, он пытается полностью снять с себя всю ответственность, снять с себя всю свою волю, отдать в руки старца. Мол, как старец скажет, так и сделает. Это оприметчиво. И, как правило, здесь человек очень часто обречен на поражение. Почему? Потому что никакой разумный старец, разумный старец, повторяю, встречается, к сожалению, и так называя младостарцы. Это не то, что там молодые священники, которые себя возомнили старцами. А это могут быть и священники, убеленные сединами, но которые почему-то себя считают старцами и совершенно неправильно руководят жизнью людей, пытаются диктовать им свои условия. Очень многие богословы, допустим, Алексей Ильич Осипов, говорят беречься и бежать от таких горястарцев. Да, старец, он, выслушая человека, даст ему совет, но все равно решение остается за самим человеком. Тем более мы же взрослые люди. Мы же понимаем, что старцу ежеминутно там не вещает Дух Святый в отношении того или иного раба Божия и, к сожалению, в отношении тех или иных его глупых вопросов. Там покупать машину, не покупать, ехать на дачу или отдыхать, или не ехать и так далее. У каждого человека, у каждого из нас есть особый духовный дар, который мы называем совестью. Это некий внутренний компас, некий духовный голос, который нам подсказывает, когда мы уклоняемся от Господа. Мы сделали плохое дело, вроде никто не видит, а нам плохо, нам как-то неудобно. Вот очень важно нам слышать свой голос совести. Во многом наша вера и покаяние, послушание пастырям, послушание заповедям Божьим, как раз-таки служат тому, чтобы не глушить свой голос совести. Потому что когда человек живет без веры, когда он не кается в своих грехах, когда он не молится, то у него голос совести может постепенно искажаться и расстраиваться. Вот такой человек на тюремном жаргоне называется отморожен. То есть нет внутри ничего святого. И голос совести у нас и проявляется через покаяние. Вот этот голос совести, он практически у всех людей есть. Апостол Павел говорит, что когда язычники, не имеющие закона по природе, закона и делают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И здесь мы оговоримся, что совесть не открывает волю Божию, а помогает правильно понять, сигнализирует, когда человек от него уклонился. Поэтому на одну совесть, конечно, тут нам все-таки христианно полагаться недопустимо. Надо пользоваться всей совокупностью доступных средств для познания воли Божьей и быть послушными Святой Матери Церкви. Воздержание, да, тоже очень важный добродетель. Это удовлетворение потребностей нашей природы в рамках естественной необходимости. То есть, как говорится, еда замечательна, объедение, грех. Тут надо в воздержании. Когда человек живет с женой в браке, замечательно. Когда человек начинает смотреть по сторонам, гоняться за другими юбками, это уже блуд, грех. Нужно в воздержании. Когда человек работает, зарабатывает деньги, обеспечивает семью, детей, замечательно. Когда человек начинает уже воровать, когда человек начинает только лишь всю свою энергию тратить на зарабатывание денег, забывая про все на свете, это уже плохо. Тут надо в воздержании. Терепение, еще одно важное тоже добродетель, это добродетель, по словам апостола Павла, рождает опытность. Терепение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка, говорит апостол Яков. Ну через терепение приобретается любовь. Святой Иоанн Лествичник очень много говорит и о такой важной добродетели, как кротости. Кротость есть недвижимое устроение души, в бесчестье и в честь, пребывающее одинаково. Вот в чем признак кротости? Состоит в том, чтобы сохранять в сердце спокойствие, независимо от разных жизненных обстоятельств и любовь к людям. Кротость это не слабость, как многие считают. Почему-то многие считают, особенно среди мужчин, что кроткий человек это такой слабость. Совершенно нет. Кроткий человек это тот, который полагается на волю Божией, который здраво оценивает себя со стороны в любых обстоятельствах и пытается понять другого человека. Лествичник, ну смирение, тоже очень важный добродетель. Она происходит от слова мир, мир в душе, естественно. Мир, который проявляется в человеке и вовне. Это одна из высших добродетелей, которые рождаются от послушания, от терпения, от покаяния. Тот же Иоанн Лествичник описывает ее, как забвение своих добродетелей. Когда человек считает себя последнейшими грешнейшими из всех. Когда человек уповает на Господа Бога. Когда человек все свои заслуги приписывает Господу. Когда он понимает свои бессилия и немощь без Бога. Господь Бог сам говорит. Научитесь от меня, ибо кроток есть и смирен сердце. Добродетель смирения может быть различной. Оно проявляется, когда человек кается. Когда мучает на совесть, это уже проявление кротости. Истинное смирение порождает смиренно мудрее. То есть, когда человек имеет благодатный дар рассудительности. Есть ложное смирение. Это, конечно, в первую очередь, что с тщеслами. Лицемерие. То есть, когда человек за глаза такой добрый, замечательный, а внутри у него, как говорится, о тебе совсем другие мысли. Или когда человек пытается показать себя смиренным перед другими. Вот это встречается в нашей церковной среде. Там бабушка или дедушка в церкви такие смиренные. Платочки, голову вниз, никому никакое плохое слово. Везде спаси Господи, просите, благословите, а в душе буря. И выходя из церкви, или только затронет у бабушки, или что-нибудь не по шорски почеши, тут она в кавычках покажет, какая она смиренная. Высший христианский добродетель является любовь. Это совокупность других изобразителей. Сам Бог, Господь Бог говорит, заповедь новую даю вам. Да, любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. О любви можно говорить много. Ее сущность выражена словами апостола Павла в первом послании Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я иметь звенящий или кимвалзвуцаш. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправда, а рассорадуется истиной. Любовь никогда не перестает». И святой Иоанн Лестничник говорит, что любовь по качеству – это есть уподобление Богу непосредственно. Любовь произрастает из смирения. А кроме смирения, любовь произрастает и из другого корня, из страха Господня. Когда человек боится прогневаться Господа, боится распять его своими грехами. Ну, пару слов скажем, что любовь ни в коем случае, конечно, нельзя путать с влюбленностью. К этому все люди способны от рождения. А уже любовь – это уже ее истинной любви нужно прийти и дорасти. Много у нас и других добродетелей – радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, воздержание, как говорит апостол Павел. Дай Бог нам в них подвязаться. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова